Утро на сегодняшний день продолжается, 8 часов и 32 минуты, и мы, как и обещали, в нашей студии уже появились интересные музыкальные гости, с которыми прямо сейчас будем вас познакомить. Это Андрей Покос, пианист, и мы сегодня будем говорить о том, что 16 августа в Зелёном театре состоится большой бесплатный концерт Покос Трио. Мы приветствуем нашего гостя, доброе утро, и уже готовы услышать вашу музыку. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Если говорить о... Но ближе всего это к джазу все-таки, да? Ну, благодаря импровизации, конечно. То есть этот подход. Но для нас самый основной критерий, которым мы руководствовались, это образная составляющая всего нашего творчества. Поэтому при таком подходе немножко стираются рамки стилистические. И я думаю, что это будет не то, чтобы мы изобретали какой-то новый стиль, но просто мы не ставили перед собой какие-то стереотипы или еще что-то. Поэтому да, конечно, это джаз. Но это джаз современный, это джаз родом из Европы. И его с какими-то американскими элементами свинга, конечно, трудно связывать. Но будут разные стилистические направления, будут разные сюжетные линии. Каждое произведение для нас это, в первую очередь, это образная составляющая. И даже на репетициях мы проговариваем друг с другом, какие эмоции, какие чувства мы хотим выразить в этой музыке. Поэтому для нас это на первом месте. Если все-таки говорит о джазе, как вы думаете, насколько вообще этот жанр сегодня популярен? Просто на самом деле мы же видим тенденцию, что, наверное, молодые люди тяготеют к более легкомысленному жанру. Как думаете? Грубо говоря, да. Я думаю, что сейчас немножко поворотный момент, когда и молодежь тоже начинает обращать внимание на более интеллектуальную музыку. И мне кажется, что сейчас должен пойти подъем этого искусства. Конечно, задача наша тоже, как музыкантов, максимально тоже стараться это популяризировать. Возможно, где-то в какой-то мере адаптировать под новое время, под новые тенденции какие-то. Тем более, что джаз развивается из года в год. И, конечно, заставить молодежь слушать Дюка Эллингтона, наверное, непросто. Но видоизменяя, но все равно насыщая музыку информацией и, соответственно, интеллектуальной нагрузкой, можно влиять на развитие общества музыкального. И, в частности, молодежь будет приобщаться и будет слушать. Потому что я все чаще встречаю людей, которые моложе меня, так скажем, и которые слушают очень качественную и интересную музыку. Тем более, что сейчас тоже выходит на первый план действительно эмоциональная составляющая. И есть люди, у них нет музыкального образования, у них нет какого-то там большого меломанского опыта, но они очень остро чувствуют, присутствует ли в музыке какой-то подтекст, какая-то информация несется или это просто развлекательная продукция. Вот. Поэтому мне кажется, что будет какой-то поворот в этом. И понятное дело, что попса останется всегда. И массовость будет всегда на ее стороне. Но мне кажется, что у интеллектуальной и интересной музыки все больше и больше аудитории. В этом случае появилась альтернатива, да? То есть уже есть выбор, можно послушать как по всему, так и какую-то музыку более просветленную. Ваш коллектив, кстати, существует... Ну, он более, скажем, молодой, да? Ну, вы уже успели за это время и поколесить по нашей стране, и побывать в разных городах, и в том числе были во Львове, на Львовском джазовом фестивале. Как вас там принимали? Вообще, как принимает вас публика? Ну, мы были не совсем на Львовском джазовом фестивале. Мы приезжали и играли у наших друзей концерт во Львове. Ну, они как организаторы были. И публика была увлечена. Увлечена — это, наверное, лучшее слово, которое могу подобрать, потому что атмосфера царила очень сконцентрированная. То есть мы спокойно доносили людям информацию посредством нашей музыки. Также в Киеве было два концерта. Один был в рамках проекта Алексея Когана в вариации 3.0 в мастер-классе. И также был в Caribbean Club в Киеве тоже концерт. Очень интересный. Ну, везде у нас получалось достичь контакта со слушателем. С организаторами? Со слушателем. С слушателем, да, в первую очередь на концерте. Поэтому я надеюсь, что в среду наш слушатель одесский как-то вольется в наше творчество. Где вас вообще можно послушать? Найти, увидеть, послушать. Есть некоторые люди, которые, возможно, не слышали вас живьем. Куда можно прийти, кроме вот Зеленого театра 16-го числа? Где-то вы выступаете, возможно, даете какие-то концерты? Ну, у нас, если говорить о трио, да, об этом проекте, мы организовываем джемсейшены. И обычно, ну, джемсейшены — это когда приходят джазовые музыканты различные. Импровизация, да? Да, и потом меняются составы, это все вытекает неизвестно во что. То есть мы никогда не предсказуем, всегда вернее. Но всегда первую половину таких мероприятий мы играем в трио, играем авторскую музыку. Вот, то есть, ну, по средам в центровом баре проходят с десяти часов вечера джемсейшены. И, пожалуйста, приходите. Каждый раз непредсказуемое развитие вечера. Да, конечно. В общем, каждый раз что-то новое, что-то интересное и что-то невообразимо музыкальное. Спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли. Я напоминаю, что в гостях у нас был пианист Андрей Покос. И 16 августа в Зеленом театре состоится большой бесплатный концерт Покос-трио в рамках подготовки к пятой Одесской биеннале современного искусства. Ну, а мы продолжаем эфир «Утро на седьмом». И сейчас наша постоянная рубрика «Путешествия», в рамках которой мы отправимся в Брюссель.